Итоги недели Какой будет избирательная система Беларуси в ближайшие годы? И какие задачи сегодня стоят перед законодательными органами? Брест посетил председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко. Об образовании, патриотизме и высшей школе в областном центре с рабочим визитом побывал министр образования Беларуси Андрей Иванец. Что впечатлило и что запомнилось, расскажут наши корреспонденты. Пусть апрель пока и не радует теплом, зато городские цветочные плантации уже ожидают своего звездного часа. Как в областном центре выращивают эксклюзивных представителей флоры и какие улицы они украсят уже в ближайшее время. В эфире программа «Итоги недели». И мы начинаем. В феврале в нашей стране прошел крупномасштабный референдум, а уже в марте вступила в действие новая редакция Конституции. Каким образом новый документ будет регулировать существовавшие раньше отношения между субъектами и что дальше, об этом шла речь в рамках встречи председателя Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Игоря Карпенко, членами территориальных и участковых комиссий, а также активом области. Как стало известно, в рамках открытого диалога в Беларуси создана рабочая группа по вопросам внесения, изменений и дополнений в избирательное законодательство. Об этом и не только. Прямо сейчас. Несмотря на то, что очередная кампания «Референдум позади», анализ проведения этой деятельности остается в центре внимания. Об этом шла речь в рамках встречи председателя Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Игоря Карпенко с членами территориальных и участковых комиссий, а также активом Брестского региона. Так как избирательный кодекс тесно связан со многими законодательными актами, сегодня важно сверить часы и понять, насколько актуальна существующая система и что нужно сделать для того, чтобы она работала более эффективно и слаженно. Мы продолжаем серию поездок представителей ЦИК по регионам. Понятно, что провели референдум, понятно, что приняли изменения и дополнения в Конституцию. И действительно, это сейчас платформа для того, чтобы дальше совершенствовать законодательство. И избирательное законодательство в этом плане не исключение. Было заявлено, что будет подвергнуто внесению изменений и дополнений порядка 100 законодательных актов. Поэтому это достаточно серьезная работа. Но и здесь тоже нам надо очень тесно выстроить взаимодействие. Оно уже, в общем-то, выстроено, потому что, допустим, по избирательному кодексу уже создана рабочая группа. Вместе с Центром законодательства и правых исследований мы уже работаем в этом направлении. Особое внимание было уделено закону о Всебелорусском народном собрании. Готовятся официальные документы о структуре гражданского общества. Отдельные документы будут вынесены на обсуждение на самый высокий уровень. Будет закон о Всебелорусском народном собрании. Понятно, что этот закон тоже свое отражение должен будет найти и в избирательном кодексе. То есть, как мы будем избирать делегатов Всебелорусского собрания, как будет организована первая там работа, заседание и прочее, прочее. То есть, вот эти вопросы. Например, сейчас готовится закон о структуре гражданского общества, а избирательный кодекс, он завязанный на политические партии, общественные объединения, то есть на различные структуры гражданского общества. Значит, и здесь могут появиться какие-то нюансы, которые тоже должны будут найти отражение в избирательном законодательстве. Встреча прошла в формате конструктивного диалога. Из зала были озвучены вопросы, с которыми столкнулись работники территориальных комиссий во время очередной кампании. Причем, со стороны людей это скорее были не замечания, а предложения по улучшению всего процесса проведения, что говорит об искренней заинтересованности и небезразличии. Финальным моментом встречи стало награждение грамотами членов территориальных и участковых комиссий, которые в рамках очередной кампании эльферендума проявили наибольшую активность. Понятно, что это люди, которые работают на общественных началах, свободные от работы время, и, естественно, мы должны им сказать спасибо за качественную работу на высоком государственном уровне. Продолжился рабочий визит Игоря Карпенко на Брещину посещением университета имени Пушкина. Здесь состоялся открытый диалог с профессорско-преподавательским составом вуза и студентами. Диалог получился достаточно разноплановым. Прозвучали темы сохранения исторической памяти, внедрения в правовое поле новой редакции Конституции, не остались без внимания вопросы развития науки и образования. Практика проведения подобных открытых диалогов будет продолжена. Другим темам. Брест встретил министра образования Андрея Иванца. Радушные приемы и общение с брещанами оставили самое теплое впечатление. В рамках визита состоялось посещение Брестской крепости, возложение цветов к вечному огню и знакомство с работой поста номер один, где вахту памяти несут учащийся школ, гимназии и лицеев, а также встреча с профессорско-преподавательским и студенческим коллективом Брестского государственного университета имени Пушкина, где в формате увлекательного диалога удалось обсудить широкий спектр вопросов. Подробности в сюжете Людмила Логодич. Строевая подготовка, строгий распорядок дня и суровая дисциплина. Вот уже 50 лет в Брестской крепости существует пост памяти номер один, где через несение вахты у вечного огня и изучение истории Великой Отечественной войны настоящую школу патриотизма прошли уже почти 100 тысяч юнорамейцев. В ходе визита в Брест министр образования Андрей Иванец ознакомился с работой поста памяти, высоко оценив его роль в воспитании подрастающего поколения. Особую актуальность такие проекты приобретают в год исторической памяти. Патриотическое воспитание нашей молодежи – это не дело одного дня. Это фактически ежедневный труд. И здесь, конечно, необходимо использовать все формы. Безусловно, ту работу, которую выполняют сотрудники поста памяти, она является очень важной. В канун очень великого праздника, Дня Победы, фактически завтрашнего дня, мы запускаем так называемый урок памяти, который пройдет во всех школах нашей страны, для наших учащихся. И фактически в течение месяца, в канун Дня Великой Победы, будет проводиться встреча руководителей различных уровней, в том числе и Министерства образования, с учащимися всех школ по всей республике, для того, чтобы всем вместе еще раз вспомнить те героические и одновременно трагические страницы нашей истории, для того, чтобы вынести урок на будущее. Школьники продемонстрировали, как проходит смена вахты на посту памяти у Вечного Огня, после чего министр образования Белоруссии, заместитель председателя Бресского областполкома, в сопровождении сборного почетного караула приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному Огню. Когда ты стоишь у Вечного Огня, сразу перед глазами всплывают те страшные картины, которые происходили во время Великой Отечественной войны. У меня воевало три прадеда, и я считаю своим долгом стоять здесь и отдавать дань памяти. На следующей неделе я заступаю уже в четвертый раз в качестве комиссара, и для меня пост памяти – это уже особое место, которое занимает огромную часть моей жизни. Я очень часто прихожу сюда, выступаю от сводного почетного караула, и я считаю, что пост памяти является символом мужества и стойкости нашего народа, так как мы храним память о тех, кто отдал свою жизнь в боях за свободу и независимость нашей Родины. О важности четкой гражданской позиции, сохранении исторической памяти, речь шла и на встрече в Бресском государственном университете имени Пушкина. В своем обращении к студентам Андрей Иванец коснулся вопросов политики Беларуси в условиях санкций и информационной атаки, затронул изменения в сфере образования. Одно из ожидаемых нововведений будущего года – университетские олимпиады, которые дают шанс поступления еще до начала вступительной кампании и централизованного тестирования. Вторая часть встречи прошла в формате открытого диалога. Студенты активно задавали интересующие вопросы. Мы знаем, что уже с 2023 года школьникам предстоит давать единый экзамен по учебным предметам русский язык и русский язык на выборах математика. И в рамках в связи с этим мне, как вчерашней ученице, будущему учителю, хотелось бы попросить вас, если это, конечно, возможно, раскрыть, скажем так, в тайне профессиональные и задать следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, в Министерстве образования нашей Республики рассматривается ли вопрос о увеличении часов на изучение предметов русский язык, белорусский, математики, соответственно, в старшем классе. Когда мы 10-11 класс, 1 час русского белорусского МВИ, мы будем потом идти на централизованную экзамен, как бы заставлять, это нехорошо. Поэтому рассматриваем, возможно, чтобы полчаса добавить языка русского, полчаса белорусского, полчаса литературы одной, полчаса литературы второй. В итоге мы 2 часа должны у кого-то забрать. Ну, скажу, у кого заберем. Мы 3 часа берем. Ну, тоже почему. Я понимаю, что, может быть, не все родители поймут нас, министерство. Почему? Потому что, ну, каждый считает, что, к сожалению, часть родителей считает, что знать иностранный язык важнее, чем знать русский, свой родной белорусский язык. И математику. Или математику. Ну, если начинать, как-то, 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 что-то, все нормально. Беседа получилась эмоциональной и содержательной. Студентов интересовали вопросы как в области образования, так и касающиеся личности гостя. На каждый был дан полный и обстоятельный ответ. Очень необычно было бывать на такой встрече, потому что примером Андрей Иванович доказывает, что неважно, на каком факультете ты учишься, что даже можно совмещать спортивную деятельность и учебу, мотивирует на то, что любой студент может сделать успешную карьеру и стать министром образования, и не только. Меня интересовал вопрос о распределении выпускников после завершения учебных заведений. Я получил максимальный ответ из первых уст от руководителя профильного министерства. Такие встречи помогают ориентироваться в потоках информации в нашей стране и быть в курсе некоторых моментов за границами нашей страны. Встречи с высокопоставленными чиновниками – не редкость для студентов Бреста. Они позволяют, что называется, держать руку на пульсе, обмениваться актуальной информацией и узнавать мнения современной молодежи. Людмила Логодич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич. Итоги недели. Вы смотрите программу «Итоги недели». Говорим об актуальном и важном. Охрана труда была и остается важнейшей социально-экономической составляющей, требующей к себе постоянного внимания со стороны государства, нанимателей, профсоюзов. А для работника это единственный способ сохранить самое главное богатство – жизнь, здоровье и работоспособность. Именно поэтому в нашем городе работают мобильные группы, которые мониторят выполнение всех норм и правил и помогают уменьшить число нарушений в сфере охраны труда. Так, очередное знакомительное мероприятие состоялось на площадках предприятия «Брест Газоаппарат». Наши корреспонденты отправились в рейд вместе с участниками мобильной группы. Охрана труда в приоритете. Так было всегда. В областном центре мобильная группа, в составе которой представители горисполкома, Управление по труду, занятости, социальной защите, профсоюзов и надзорных органов, стараются работать на опережение, проверяя и оценивая работу предприятия по охране труда. В рамках очередного рейда специалисты посетили предприятие «Брест Газоаппарат». Вопросы соблюдения работниками предприятий, организаций законодательства об охране труда, технике безопасности находятся на постоянном контроле в прокуратуре города Бреста. В истекшем периоде 2022 года на территории города наблюдается тенденция увеличения несчастных случаев на производстве со смертельным исходом. В связи с указанным фактом прокурорскими работниками, в том числе в тесном взаимодействии с Брестским городским исполнительным комитетом, проводится ряд мероприятий, направленных на предупреждение несчастных случаев, выступлений в родовых коллективах, мониторинги предприятий на предмет нарушения названного законодательства, а также выявления причин и условий сопутствующих нарушения. Виновные лица привлекаются к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности. Весомое место в проводимой многовекторной работе занимает мониторинги мобильной группы Брестского городского исполнительного комитета, в состав которой входят и прокурорские работники. Работа мобильной группы направлена на незамедлительное устранение нарушений. Предприятие «Брестгазоаппарат» известно не только в Беларуси, но и за ее пределами. На заводах компании постоянно обновляется оборудование. И, конечно же, меняется подход к безопасности, что трудно не заметить. Современные технологии, максимальная роботизация и, конечно же, компетентность кадров. Вот три кита, на которых стоит успех во многих сферах. Охрана труда на предприятии выражается не только достижением соблюдения работниками установленных законодательных требований в области охраны труда, но и в проведении мероприятий, направленных на улучшение условий на рабочих местах профилактической работы по предупреждению травматизма. У нас все поставлено на системный подход. С 2007 года мы внедрили и сертифицировали систему управления охраной труда по стандарту СТБ-18000. В 2020 году мы перешлимем на международную версию СТБ-ИСО 45001, на систему менеджмента охраны здоровья и профессиональной безопасности при производственной деятельности. Поэтому хочу отметить, что за данный период, более 15 лет, мы достигли действительно высоких результатов. На протяжении этого периода времени, с 2008 года, у нас не зарегистрировано ни одного случая профессиональной заболеваемости. А после 2015 года мы до сегодняшнего дня, на этот период, работаем с нулевым травматизмом. В целом по организации наблюдается положительная динамика в решении вопросов охраны труда. Акцент на профилактику предупреждения производственного травматизма был и остается одной из важных составляющих организации работы. Немаловажным для достижения положительных результатов этой области является и то, что каждый работник сотрудничает с нанимателем в деле, обеспеченный здоровых и безопасных условий труда, извещая непосредственно руководителя о какой-либо неисправности оборудования, инструментов, приспособлений, а также об ухудшении состояния своего здоровья и многое другое. Только лишь при неукоснительном соблюдении дисциплины, правил и норм по охране труда, а также мер безопасности на территории организации можно избежать производственных травм. Достичь успехов в постоянной кропотливой работе во имя сохранения жизни и здоровья работников на каждом рабочем месте можно лишь объединив общие усилия. Продолжаем выпуск. Брест по меркам Беларуси довольно крупный город. В нем проживают порядка 340 тысяч человек. Множество транспортных развязок, мостов, развилок. Это обеспечивает свободную проходимость больших потоков автомобилей. Логистическая сеть общественного транспорта в городе над Бугом на высоком уровне и позволяет добраться до нужного места каждому жителю вовремя. А чтобы машины, предназначенные для перевозки большого количества брещан, выезжали на рейс стабильно, они должны быть исправны. Поэтому специалисты предприятия Брестский общественный транспорт регулярно пополняют свой автопарк новыми экземплярами. Среди них электробусы, новые троллейбусы, а также скоро выйдет на маршрут и первый в области автобус, работающий на метане. Как сегодня обстоят дела с городским транспортом и что дальше, в нюансах ситуации разбирался Александр Богданович. Автобусы, троллейбусы, маршрутки, автомобили, мотоциклы к этим видам транспорта мы все уже привыкли, просто не обращая внимания на дым, который они оставляют после себя. Для того, чтобы улучшить экологическую ситуацию в городе над Бугом, на предприятии Брестский общественный транспорт постепенно переходит к более экологичным машинам. Еще в 2021 году Брестский автопарк пополнился новыми и безвредными для окружающей среды электробусами. Дальше больше. Электробус может проехать 280 километров на одной зарядке. Зарядная подстанция стоит на базе троллейбусного парка. На медленной зарядке он заряжается порядка пяти часов. Экспресс-зарядку мы еще не пробовали, ну, не было необходимости. Поэтому с утра, зарядившись, он выезжает на маршрут, отрабатывает нормально целый день и потом опять уезжает в парк на зарядку. Ну, пока планируем так. Ну, жизнь покажет, как будет дальше. Уже в апреле 2022 на Брестских улицах появится первый в области автобус, работающий на метане. Автопарк пополнил МАЗ-103. Планируется, что с 11 апреля новое транспортное средство будет задействовано на городском маршруте 1А. Стоит сказать о преимуществах. Один из важнейших плюсов – экологичность. Автобусу присвоен стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах Евро-5. Еще один не менее важный бонус – тишина работы двигателя. Баллонный блок голландского производства установлен на крыше. Внутри салона все также обновлено. К примеру, в автобусе упор делается на комфорт пассажиров, поэтому кресла мягкие, а не как в аналогах – твердые, антивандальные. На данном автобусе установлено газобаллонное оборудование, которое работает на компримированном газу, что позволяет нам в дальнейшем значительно экономить на расходе топлива. Данный транспорт будет выполнять городские пассажирские перевозки. Также из таких преимуществ можно отметить – это высокий класс экологичности, это стандарты Евро-5. Также для пассажиров будет приятно, что данный двигатель работает намного тише, чем у обычных городских автобусов. Предположительно, данный автобус будет работать по маршруту 1А. Это подвоз пассажиров к новой поликлинике в южном районе города Бреста. Я думаю, что пассажиры по достоинству оценят, особенно что касается подвоза детей, колясок. Я думаю, что людям будет проще добираться до новой поликлиники. Но несмотря на все усилия работников предприятия «Брестский общественный транспорт», тема расширения сети пока идет с оговоркой, отчасти из-за беспечности самих горожан. По статистике, каждый четвертый пассажир, пользующийся автобусами или троллейбусами, так называемый «ЗАЭС». Соответственно, бюджет предприятия получает меньше дохода, чем мог бы. Время откладывается. А для борьбы с безбилетниками на линию регулярно выходят сотрудники контрольной ревизорской службы. Но некоторые люди воспринимают такие рейды с явным недопониманием. Почему? Вопрос риторический. Согласно нашей статистике, каждый четвертый пассажир, к сожалению, является так называемым «ЗАЭС». Правилами перевозок пассажиров регламентировано, что пассажир обязан заблаговременно позаботиться о покупке билета для проезда в общественном транспорте. И если у него нет подтверждающих документов о льготном проезде, либо у него нет талона, это дает основание контролеру привлекать его к административной ответственности. Отчасти и этот факт вынуждает увеличивать стоимость проезда. К сведению пассажиров, проезд в общественном транспорте с 9 апреля подорожал на 10 копеек. Такое постановление принято согласно решению Брестского областного исполнительного комитета. Соответственно, стоимость талона составит 80 копеек при покупке в киосках и 85 у водителя. Подорожает также и маршрутное такси с 1 рубля 30 копеек до рубля 50. Девиз Всемирного дня здоровья, который отмечался 7 апреля в 2022 году, призывает к нетложным действиям для сохранения окружающей среды. Он звучит «Наша планета, наше здоровье». И выбран таким не случайно. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 13 миллионов смертей ежегодно связаны с состоянием окружающей среды, но могут быть предотвращены. Именно поэтому тему «Какова роль каждого человека в сохранении его личного здоровья» обсуждали на пресс-конференции в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, что сегодня делается в городе для улучшения экологической обстановки и почему так важна ответственность каждого. В этих и других вопросах разбиралась Анастасия Милишкевич. Вся земля – это наш общий дом, и мы все несем ответственность за ее состояние перед собой, перед своими детьми, внуками и последующими поколениями. Поэтому на пресс-конференции в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья эксперты обсудили наиболее актуальные вопросы сохранения здоровья населения в нашем регионе. Одним из таких стало обсуждение аварии на Чернобыльской АЭС. Несмотря на то, что прошло уже больше трех десятков лет, тем не менее вопрос радиационной безопасности не теряет актуальности для Беларуси. В целом нашими службами отслеживается радиационный фонд практически на всех территориях. И когда возникли вот эти вот ситуации с Чернобыльской АЭС, с учетом этих военных действий и так далее, естественно, были даны поручения всем территориальным центрам гигиены, чтобы они на своих территориях отслеживали этот радиационный фонд. За тот период, который, скажем так, в ближайший краткосрочный период, никаких превышений, никаких вопросов по данной ситуации не было. Вопросы постоянно находятся на контроле, мы эти вопросы отслеживаем. Поэтому беспокоиться не стоит. На состояние здоровья людей сегодня влияет множество и других факторов. И даже проводя информационно-разъяснительную работу с населением, уделяется внимание глобальным вопросам. В первую очередь речь идет о разумном использовании благ технического прогресса. Важно помнить, что вносить свой лепт в окружающую среду надо осмотрительно. Таков основной посыл Всемирной организации здравоохранения. Треть инсультов, заболеваний сердечно-сосудистой, легочной систем, они опять-таки обусловлены влиянием, фактором внешней среды и прежде всего загрязнением воздуха. Отдельным блоком обсудили непосредственно влияние на здоровье человека, деятельности в рамках жилищно-коммунального хозяйства. Именно в этой отрасли человек не только может, но и должен проявлять социальную ответственность и бережное отношение к природным ресурсам, которые, в свою очередь, не безграничны. Сейчас на особом контроле разделение отходов. В области сейчас находится порядка 25 тысяч контейнеров для вторичных материальных ресурсов. Во всех районных центрах и не только созданы условия для раздельного сбора мусора, но и для его экологичного временного хранения в заглубленных контейнерах. Отдельное внимание уделяется установке контейнеров в кварталах частной жилой застройки. В прошлом году большой объем работы в этом направлении был проделан в Малорите, Пружанах и Ивацевичах. В следующем году мы планируем закрыть порядка 15 мини-полигонов, останется действующим в области только 7. По итогам работы за 2021 год. Это возможно благодаря созданию в городе Барановичи реконструкции сортировочно-перерывочной станции, которая позволит нам перейти на оригинальный уровень обращения с отходами и все отходы, образующиеся на территории Ляховического, Ганцевического и Барановичского районов, завести на сортировочно-перерывочную станцию. В Республике Беларусь уделяется большое внимание сохранению окружающей среды. На сегодняшний день утверждены программы социально-экономического развития на 2021-2025 годы, в которой целый блок посвящен экологии. В этой программе целый блок адресован сохранению окружающей среды. Я еще раз напоминаю, это я говорю об основных документах стратегических. Также у нас в Республике Беларусь утвержден национальный план действий по предотвращению деградации земель. Это такой существенный документ, в котором указаны конкретные мероприятия, что нам нужно сделать, чтобы предотвратить дальнейшее уничтожение природы, земли нашей, водных ресурсов. Каждый день, каждую минуту мы должны думать о последствиях наших действий, ведь главная человеческая заповедь сейчас звучит достаточно просто – ненавредим. Буквально пару дней назад растаял снег, и погода все еще преподносит сюрпризы. Но в цветочно-оранжерейном комплексе предприятия «Коммунальник» давно уже царит весна. Здесь цветут и наполняют своим ароматом пространство тысячи разнообразных растений. Для цветоводов это самый активный и ответственный период, ведь идет последний этап перед высадкой цветочных культур в город. В перспективе работников предприятия ждет еще одно важное событие – участие в масштабном фестивале цветов, которое запланировано как одно из мероприятий фестиваля-конкурса «Город-сад». Подробности в сюжете Людмила Логодич. Цветы, которые мы привыкли ласково называть «Анютины глазки», выглядят словно тысячи разноцветных бабочек. На самом деле это виола – самое эффектное растение семейства фиалковых. И в этом году она снова в большом списке цветов, которые украсят наш город. Одних только видов растений – порядка 100 тысяч. Все они заботливо выращены в теплицах оранжерейно-цветочного комплекса предприятия «Коммунальник». Наш цветочно-оранжерейный комплекс предприятия «Брест-Коммунальник» занимает площадь 10 тысяч метров квадратных. В этом году у нас на территорию города будет высажено более 500 тысяч цветов. Уже сейчас у наших цветоводов горячая пора. Совсем скоро начнется высадка первых цветов в город. Работа цветовода – это и посев, и уход за посевом, черенкование культур и полив. Но Рейса Дейнека, цветовод с 25-летним стажем, уверена, что цветам, как и людям, важно также внимание. Поэтому она разговаривает с растениями, и о каждом из них, как профессионал, может рассказать многое. Вот это горшичный многолетник. Называется и резиня. Она используется для декора. Сочетается и резиня с любыми культурами, так как она, вот этот цвет, даёт свою своеобразную окраску к зелени, к белому цвету, к красному цвету, к зелёному. Чтобы саженцы к сроку отвечали необходимым требованиям, ещё в ноябре закупается грунт, посадочная тара и сами семена. Пик посевов проходит поэтапно в самый разгар зимы – январе-феврале месяце. В теплицах для этого созданы все условия. В любой сезон температура не ниже 20 градусов и влажность в среднем 80%. Городские декоративные растения подбираются не только исходя из цветовой гаммы. Учитываются климатические условия и особенности в уходе. В 2022 году будем использовать озеленение, возеленение города. Много привычных сортов, которые адаптированы в нашем городе. Это и сортов, и растений – пеларгония, питония. Также будем использовать декоративно-лиственные растения. Это ипомея, бетат, ирезиния, ипестис. Они тоже себя зарекомендовали хорошо. В озеленении города адаптировались и показывают себя с эстетической стороны. И красивое сочетание. На клумбе можно создать рисунок, показать красоту этих цветов, а также достопримечательных мест нашего города. Стоит отметить, что предприятие «Коммунальник» в этом году станет куратором масштабного фестиваля цветов, в котором на суд жюри и радость брещан своей цветочной композицией представят различные субъекты хозяйствования. Это событие значится в плане фестиваля конкурса «Город-сад», который пройдет с 1 по 5 июня. Организаторы уже провели пресс-конференцию, раскрыв некоторые подробности. Три основных мероприятия, которые будут проходить, это конкурс проектов «Зеленый город», определены площадки по городу Бресту, где будет происходить проектирование данных площадок и озеленение силами наших предприятий городского ЖКХ. Ну и третье у нас направление – это проведение так называемого фестиваля цветов. У нас в Бресте он уже проходил, наподобие вот этого будет. Значит, тоже определены площадки. Это парк культуры отдыха в основном будет и улица Мискевича. Церемония открытия фестиваля в парке – это 1 июня. И 4 июня мы ждем всех брещан на грандиозный концерт. Это будет выходной день. Будут у нас артисты из Минска, при том очень известные. Фестиваль-конкурс «Город САД» станет еще одним ярким событием в жизни Бреста. Организаторы обещают, что скучно не будет. Во все дни мероприятия запланирована насыщенная развлекательная программа. Людмила Логодич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич. Итоги недели. Мы рассказали о событиях Бреста за неделю. Такими их увидели мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал БУК-ТВ есть и в социальных сетях. Будьте с нами на Фейсбуке, Инстаграм, ВКонтакте. А также подписывайтесь на наш канал Ютуб. Встретимся снова в студии программы «Итоги недели» уже в следующую субботу. А сегодня я, Полина Сусько, прощаюсь с вами. Мира и стабильности, спокойствия и здоровья вам и вашим семьям. И новости в домах пусть будут только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова